Всем большой привет! Сегодняшнее видео о сумках в роддом. Понятное дело, на роды. Это я покажу пакеты, которые послеродовые, да? Ну, послеродовые или, скажем так, перед родами, да? То есть, понятно, что не в родильный зал, просто там находиться в палате, да? У меня сегодня ровно 40 недель. Малыш никак не рождается. Сейчас мы сделаем так, где мы сделаем, потому что я буду упаковывать все, заново проверять. Вот, вот такой большой пакет. Раз. Тут вы подписываете фамилию, да? Вот. И вот такой пакет второй. Вот он. Такой же, да? Второй. Мне нужно это все заново вложить. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут. Вот пока два пакета. Вот такой вот срачельник. У меня здесь, сразу скажу, у меня здесь и детские, и мои вещи. Ну, почему? Потому что вот у меня документы, которые под другой пакет. Я достаю вот... Это не то направление. я достаю вот... это все то, что взято в приемном отделении, в приемном покое родильного дома. Сейчас я вам покажу. город Ставрополь. Для поступления в родильное отделение при себе иметь. Вот, пожалуйста. Вещи для ребенка не брать. При поступлении... Не знаю. Все вещи должны быть в полиэтиленах, в пакетах. Сумки запрещены. Видите, вещи не брать. Для ребенка. Тут написано семейное положение. Я копию вот этого не сделала. Не знала, что надо. Не понимаю, зачем надо. У меня мало одноразовых пеленок. Всего-то. Там сколько осталось? Четыре, наверное. Да еще, наверное, купить. Или муж потом донесет. Все, давайте смотреть. Что я вам показала. А вы зафиксировали у себя. Все это пока мы отодвинуем. Смотрите. Значит, что у нас тут? Посуда. Ну, это, естественно, кружка, ложка и глубокая тарелка. Это, естественно. Дальше вода. Просто она такая. Потому что они ругаются, когда большие приносишь. Там какие-то шестилитровые. Дальше. Дальше, дальше. Вот они, пеленки. Ну, наверное, вот эти пеленки я возьму не знаю, на роды. Или что. Вот эти здесь наборы 5 штук. Дальше. Шампунь и дезодорант. Все новое. И специально взяла маленькое. Вот. Дальше. Одни трусики. Штанишки. Это на пробу. Я взяла размер М. Это вот для вот этих прокладок. Для овесов. Вот. Для вот этих прокладок. Для овесов. Видите, я большую упаковку тоже взяла. Много очень места занимает. Согласна. Это на пробу. Если что, я потом попрошу, чтобы мне довезли. Может быть, если мне не понравится. Потому что, все-таки, я надеюсь, на вот эти. Деппенд. Питывающие нижние билеты женщин. Семь. Если бы я нашла восемь капель, я бы восемь купила. Выглядит все дело вот так. Вот они. Одну я вытащила. А, две я вытащила. В родовой пакет. Мне кажется, будет очень удобно после родов. Пусть даже если будет кесарево, еще лучше. Вот такие. Все офигенные они. Ладно, покажу. Раз уже снимаю, я должна показать. У меня большие надежды на них, что все-таки я вот этим и не буду пользоваться. Зачем, да? Когда уже вот они, пожалуйста, вам все сделано. Грубо говоря, памперс для взрослого. Вот. Ну, а прокладки, конечно, можно на выписку. Потому что прокладки тоньше, а все-таки потолще будут. Ну, здесь сильно как памперс там. Так. Здесь у меня носки. Два вида. Теплые и тонкие. И платочек носовой. Здесь у меня совсем немного. Я не знаю. У меня даже молозива всю беременность не было. Я не знаю, что это и как. Это раз, два, три, четыре, пять. По две штуки. Это прокладки на... Для груди. Тапочки. Тапочки, ну, так, это послородовые, скажем, ходить в палате. Потому что на роду должны быть резиновые. Дальше. Вот этот пакет здесь. Две туалетные бумаги. Четырёхслойные. Ну, вот, например, вот от этой фирмы. Вот. Два рулона у меня я беру. Не знаю, мне так много тащить. И детская у меня здесь лежит. В детском. Смотрите. Здесь бутылочка у меня. От фирмы NUC. Прилипает новая. Просто я вот отдирать... Чистить надо. Ничего не чистила. Это новая. От фирмы NUC. Я взяла 150 миллилитров. И вот в таком, скажем так, чехле я взяла соску. Тоже от фирмы NUC. Взяла вот с такой соской. Одну беру. Хоть и говорят, что берите 2-3 соски. Ну, это надевательство. Покупать разные соски, какая подаёт. Ну, ладно, посмотрим. Вот. Далее. Далее, далее. В этом пакете... Ну, то есть, вообще, туда у меня лежит лифчик. Носки ещё одни. Вот. Вот. Вот уже положу. А посмотрим, может быть, это тёплые носки. Лифчик, он... Для кормления, видите. Вот. Вот здесь вот стёгивается. Такой лифчик. Для кормления. Здесь есть подкладки где-то должны быть. Вот они. Если вам нужны подкладки, то вот они есть. И трусики здесь одни. И здесь трусики у меня на такой большие, на большой, скажем так, так сказать, высокого. Пошилого. Высокие, видите, они все обычные вот так, то эти высокие. Трусиков чуть-чуть мало надо будет доложить. Я считаю. Сейчас доложим. Далее. Два влажных, как я говорю, влажные, для интимной гиены салфетки. Ну, как туалетная бумага. Вот две беру к этим. Потому что говорят, что ими пользоваться лучше. Ну, она и понятна, если там в уши, я хотела сказать, швы. Далее. Здесь у меня халат. Ну, халат. Халат и все. Я его доставать не буду. Он лежит и пусть лежит. Здесь халат, значит. Значит, здесь ночная рубашка, новая. Это все просто постиранное. Помятое я не глажу. Ну, вот. Это тюрбан на голову. Там голову, если мыть. Это вот тюрбан. Я беру с собой. Так. Ночнушка новая совершенно. Купленная на днях. Она, смотрите, какая. Вот здесь, в общем, в груди вот дырочки кормить. И вы не поверите, у меня прямо здесь вот так прям соски торчат с двух сторон. Так что это только под халат и только послеродовое. Потому что иначе по-другому ну, я не смогу в природах ходить, так как соски торчат. Это полотенце для лица и для рук. Для лица и для рук. То есть оно вот такое. Ну, плюс может я там еще буду туда вот посуду заверну. Ну, и может быть в общем, это полотенце просто должно быть, потому что это пижама. Тоже новая. У меня немножко проблемы. Я не могу в таких пижамах ходить, вот в таких платьях зированных. Я когда сплю у них, у меня они закат задираются. Я сейчас сплю в голых ногах, трусах, и мне может быть холодно. Поэтому я взяла вот такую пижаму. Если что. Видите, все беру широкое, чтобы нигде ничего не давило. Вот такое здесь. Ну, видите, нет пуговиц, поэтому кормить неудобно. В крайнем случае. И вот такие вот бриджи к ним идут. Я больше, ну, люблю штаны, кофты, пижамы. Тоже беру. Так, это пакет детский. Здесь влажные салфетки. Дима и солнышко. 72 штуки, надеюсь, хватит. Поэтому для малыша дальше, как поняли, у нас мальчик, гель для подмывания мальчиков. Вот такой взяла. Детский крем. Вот такой я обычно беру с фирмы. О, блин, застрял. Вот такой. Детский крем. Что тут все. И памперсы хаги все взяла до 5 килограмм. У нас уже на узи был 3400. Надеюсь, он все не рождается, не рождается. И никаких позывов нет. И сюда еще присыпку я взяла вот такую. маленькую, специально с чередой. Потому что вот крему присыпка, чтобы присыпать, короче. Это вот так. Вот значит, пакет с вещами для ляльки. Для ляльки у нас тут где-то у меня должен быть. Вот он, этот пакет. Видели, да, там написано, что не брать. А я беру шапочка шапочка раз, шапочка два. Это тоже все новое, вот это я сама покупала. Тоже здесь вот она утепленная. Шапочка два. Один слюнявчик маленький такой. Нельзя, Брюс. Носочки теплые вязаные. Носочки потоньше. Так. Вот такой набор. штанишки, это 56 размер. От стирки немножко уже цвет потерялся. Потому что я стирала на 95 градусах или 60. Вот такие штаны и к нему вот такой бодик кимоно. то есть это набор. Посмотрим сможем ли мы одеть, разрешат ли там меня не будут укутывать пеленки. И 56 размер это вот такой слип комбинезон. Это вот все, что я беру в роддом, это просто в роддом. Если что, если там можно будет одеть, то я его одену. Все, это для младенца. Кажется. И плюс я еще беру такую пижаму. Это себе. Тоже покупала в роддом новая. Ой, она у меня не... Короче, вот это кофта. Ну, это утепленная. Вот, смотрите. Видите, она теплая. И штаны. Штаны длинные. Если я не буду односить кофту, то мне будет холодно. Я одену вот эти штаны вместе с халатом. Мне все равно. Пусть я буду как узбечка, но мне будет все равно. я так хожу. Потому что мне не до красоты. Мне лишь бы, чтобы мне было комфортно. Вот. А кофта такая вот с таким рисунком. Я уже это показывала в прошедших видео. Вот такой рисунок. Вот это вот это вот все, что я показала, вот это может быть лишнее. Или просто штаны взять. Это лишновато. может. Так. Ну и все, по-моему, получается, что у меня пока тут все. Ну и еще бахилы. Бахилы я вообще не в этот пакет положу, а в дородовой. И сейчас это все я буду упаковывать в эти пакеты заново. Заново. Косметичка, в которую непонятно, что положить. В общем, зубная паста вот такой набор от сплата. Там зубная щетка. Ну, что хватит. Правда, я не люблю зубные пасты с фтором. Потом лизобакт. Таблетки, которые можно беременным. Антигистамины цитерезин. героши. Груши, груши. Хлоргексидин. Белохладные диски. Протирать водичкой лицо, глаза ребенку. Мирамистин. Не знаю, брать его или не брать, потому что, в принципе, есть хоргексидин. Но это себе брызгать удобно. Одноразовое покрытие на сиденье унитазом. Идет, идет уже. Брюс, что ты сюда пресси? здесь у меня не все. Двое уже вытащены. Не знаю, в народы это брать или в пакеты. Родовые, послеродовые ватные, и палочки тоже нужны. Как бы, как бы, без них никак. панкетин. Дальше панкреатин. Аламидин. Аластатин. Это столько прополиса можно оставить, можно взять. Так, здесь мыло лежит дегтярное, оно вообще должно быть хозяйственное. Блин, не открывается. Но хозяйственное мы не берем. Вот оно, дегтярное мыло. Я решила дегтярное взять. Так, так, так. Все. Для снятия макияжа, салфетки, в общем, для лица. Влажное зеркало. Кстати, с фикс прайса. Дальше перекись водорода. Амитрозол. Малокс. Это жоги. И расческа, танглтизер. Вытащить с упаковки или так. Короче, это все надо упаковывать. И, знаешь, как, доктор Монде. Три пластинки. пакета на торшение в горле. И, пусто. Тут, 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 тут. Пакет на роды, который до конца непонятно, как его. Документы, паспорт, полис, свидетельство пенсиона, копии, книжка с женской консультацией, да, и розовый сертификат. Последнее УЗИ все нужно не внести, короче, вообще. Обычно УЗИ все они требуют. документы, самое главное. Посмотрим, что у нас тут. Пипец. Двое трусов, станок, вот такой прокладки. Сколько-то штук прилично здесь. Нормально. Экломарис стронг. Что-то надо не вытащить или не вытаскивать. Стан, наверное, вытащу это новый, гипертонический раствор для носа. Если будет першить в горле, я буду его в горло брызгать на схватках. Обязательно. Вот его обязательно. Далее. Далее у меня еще должно быть не видно его. Ладно, в общем, туалетная бумага вот такую беру. Здесь у нас сколько? 42 штуки. Я надеюсь, что мне хватит этого. Потому что обычно я не беру один из две штуки упаковки на сиськи, если пойдет молозиво. Вот. Дальше беруши новые. Ну, вдруг кто-то будет мне орать, раздражать. Или я сама себя возьму на всякий случай. Или, знаете, после родов, чтобы поспать хоть в часик, чтобы никто не мешал. У меня проблемы со сном. Не беру шумужины. Две бутылки воды. Хотя, вы видели, там было написано одно, но я беру две. Я с такими крышечками. Может, две пропустят. Ночная рубашка, сорочка тоже новая. Специально покупала в роддом. Вот она. Вот такая полотенце одно. Пот вытирать, но маленькая. Пот, слезы, сопли. Так, еще я вот прокладки две беру. Вот эти памперсы. Две. Мне кажется, вам будет удобнее вот эти, чем вот эти. Вот эти одеть и все. Спасть в уши, беруши и все. Спасть. Эти таблетки я решила сюда положить. Все будут першить в горле. Вот они. Каплю в нос с морской водой. Составик силами тазолина. Здесь тоже разрешат. Пропустят. Вот я. Две. Это, ну, то, что без чего я не могу жить. Особенно без этого я не могу. У меня может отечь носоглотка и тогда мне вообще давиться могу. Дальше. Здесь у меня лежит пеленка. Одна. вот с этого набора. Мне уже вытащить все надо. Не могу понять. И халат я еще сюда не положила. так, резинка. Вот. пахнет. Кремом, каким-то шампунем. Резинку положим. Вот сюда например положим. Это детский пакет. Что там напитие не надо, но я все равно беру. Ну, самолончий от кум. Здесь у меня две. Пять килограмм. Два панкерца от кум. Вот они. Ребенку все равно когда родится. И вещи беру сразу. Для новорожденного это вот такой бодик. Кимоно. Вещи все новые. но я их не глажу. Потом штанишки к этому же бодику. Вот. С машинками. И носочки красные такие. Шапочка чепчик. Вот такая. Он смотрит. Вот так интересно. Вот такая. И вот такая. круглая как многие сейчас. Мука большевата. Мне кажется и вот такая. Ну такая более теплая. Вот. И антистарапки. Все. Это вот детский пакет. Помогла на памперсе. Но вы видели я вам бумажку показывала чтобы написано детские вещи не брать. Вот пакеты стоят. два собранных уже халат там. Но я не знаю. Халат сюда не ложу. Из халата ходить буду. Или положить сюда халат. Да. Наверное положу сюда халат. Оттуда вытащу. Положу сюда халат сейчас. Тогда у меня получится халат и ночная рубашка. Там написано ночные сорочки две. Я одну беру поэтому халат положу. Все тогда. Ну примерно что-то будет докладываться. Еще здесь я не положила полотенце большое длинное банное. Ну если что довезу посмотрим. Ладненько. Да Брюс? Да Брюс? На этом будем заканчивать наше видео. Примерно выглядит все так. Самое главное документы. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры 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 Субтитры